История Николая Михайловича Пржевальского как великого русского исследователя-натуралиста началась в 1867 году, когда ему удалось заполучить рекомендательные письма к начать в Восточной Сибири. Тут он получил командировку в Уссурийский край, незадолго перед тем присоединенный к России. Отправляясь в эту экспедицию, он писал своему другу. «Я еду на Амур, оттуда на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана, граница Кореи. Да, на меня выпала завидная доля и трудная обязанность, но следует местность, в большей части которых еще не ступал нога образованного европейца. Тем более, что это будет первое мое заявление о себе ученому миру. Следовательно, нужно поработать у Сербии». Его работа была действительно хороша. Эта экспедиция показала, насколько тщательным и всесторонним исследователем был этот молодой офицер. Первое развернутое исследование края принадлежит именно Пржевальскому. Он правдиво и полно описал жизнь у населения Уссурийского края. Привез журналы метеорологических наблюдений. Помимо этого, он привез из экспедиции обширный гербарий, представляющий 300 видов растений Уссурийского края, а также очень впечатляющую коллекцию чучел добытых птиц. Пржевальский посвятил длительным экспедициям 11 лет своей жизни. За это время он провел 4 экспедиции по Центральной Азии. Пржевальский собрал научные доказательства того, что Гоби впаден с холомистым рельефом, а не плато, что Тяньшань является не хребтом, а горной системой, и нашел несколько хребтов на ней. Ему принадлежит открытие на горе Байшань, котловины Цайдам, трех хребтов Кунелуни, гор Алтентак, а также семи крупных озер. Исследователь впервые описал ныне высохшее озеро Лобнор и питающие его реки Тариму и Кончидарию, а также озеро Кукунор и верховье великих рек Китая Хуанхэ и Янзы. Пржевальский нашел семь новых родов и 218 видов растений. Николай Михайлович открыл десятки новых видов животных, среди них дикую лошадь, дикого верблюда, цветского медведя. Его зоологические коллекции, по свидетельству современников, не имеют в себе равных, да, наверное, еще и долго не будут иметь. Чрезвычайно ценными для науки оказались климатологические и метеорологические наблюдения путешественников. И, наконец, Пржевальский был превосходным руководителем. Ни один из членов его рискованных экспедиций не погиб. Несмотря на то, что путешественники часто оказываются в экстремальных обстоятельствах. За свои открытия и исследования Николай Михайлович получил звание почетного члена русского, итальянского и немецкого географического общества, а также еще и нескольких сообществ. Улица Пржевальского есть в Москве, Иркутске, Смоленске, Минске и других городах. Минская улица Пржевальского находится в заводском районе. Ее протяженность составляет 450 метров, а занимаемая площадь 3985 метров квадрата. Николай Михайлович внес большой вклад в географию всего мира, в особенности Центральной Азии. Поэтому он достоин того, чтобы о нем говорили, его помнили, а местоположение улиц, названных его честью, знал каждый уважающий себя человек. Видео подготовила Кудринок Татьяна, учащаяся 11-го А-класса средней школы номер 54 города Минск. Спасибо за внимание.